Кубок Беларуси по академической гребле – первый серьезный старт для национальной команды страны и перспективной молодежи. 180 спортсменов приехали в Брест, чтобы на домашней воде принять участие в престижных республиканских стартах. Это вторые по статусу соревнования после чемпионата Республики Беларусь. Это вторые, где спортсмены по итогам своих выступлений получают и рейтинговые какие-то очки, так их назовем, рейтинговые результаты, чтобы отобраться на соревнования международного уровня, чтобы попасть при постановке задач отбора в экипаж, в экипаж по итогам отбора с такими же своими сверстниками, соперниками. Поэтому эти соревнования имеют большое значение. Классическая дистанция в академической гребле – 2 километра. За три соревновательных дня гребцы и академики приняли участие в нескольких десятках заездов. Рядом с именитыми спортсменами на старт выходила и перспективная молодежь. Каждый год обычно выезжаем на такие соревнования, то есть гоняемся со спортсменами, которые гонялись на Олимпийских играх. Мы поднимаем свой стаж, ну, им, может, даем побороться. Но у нас команда не очень большая выставилась. У нас в основном молодежь, более таких возрастных нету. То есть, ну, будем бороться. Бороться гребцам есть за что. Впереди чемпионат Европы. И Кубок Беларуси – хорошая возможность отобраться на престижные международные старты. Каждый наш старт – это не только проверка самих себя, но и подготовка к чему-то, ну, следующему, большему. Поэтому часть задач на этом Кубке Беларуси выражается в том, что мы отбираем команду для участия в этапах Кубка мира и в чемпионате Европы. Этап Кубка мира буквально состоит через две с половиной недели после нашего старта. И команды, которые, ну, так или иначе, понятно, что тренерами уже намечены, они проверяются, подтверждают свою боеспособность. По итогам гонок в числе победителей и призеров немало спортсменов в Брестской области. Подтвердила свой высокий спортивный статус брещанка Кристина Староселец, ставшая победителем в двойке с Татьяной Климович. Серебро у Татьяны Кухты в палец Екатерины Карстен. В числе призеров и наша женская восьмерка под руководством рулевой Ярославы Павлович. Есть команда молодежная и юниорская, которой мы сейчас уделяем много внимания. И я очень надеюсь, что опытные тренеры сейчас максимально продуктивно с ними поработают. И они, естественно, покажут какой-то результат. Мы на это очень надеемся. Ирина Альшева, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БОК-ТВ.